Остров Дажилет относительно недалеко от берегов корейского полуострова мог бы быть русским. Остров находится в Японском море в 120 километрах от корейского полуострова, принадлежащий Южной Корее. Для европейцев этот остров именуется как Дажилет, но азиаты называют его Улында. Происхождение вулканическое, большое количество крутых горных склонов. Площадь острова составляет 73,15 квадратных километров. Наивысшая точка 984 метра. Население более 10 тысяч человек. Согласно археологическим исследованиям, остров был населен около 1 тысячелетия до нашей эры. Первое письменное упоминание Улында содержится в хронике Самгук-саги и относится к 512 году, когда генерал Ли Сабу из Королевства Сила завоевал остров. Усангук, однако, не стала частью Сила. Постоянной политической частью Кореи оно стало только в 930 году, когда Улында было аннексировано государством Корео. Удаленность от основной части страны делала затруднительную оборону острова во время правления династии Корео и Чосон. Он страдал от набегов пиратских орд, джурджений и японцев. После многочисленных стычек с японцами, правители Чосон решили сделать остров практически необитаемым. Эта политика завершилась в 1881 году, когда правительство разрешило основывать на острове поселение. В 1787 году экспедиция Лаперуза, исследуя восточное побережье Кореи, обнаружила этот остров и назвала его Дажале по имени астронома экспедиции. Карта острова была также составлена в 1887-1888 годах географами Корвета Витязь под командованием Степана Макарова и опубликована в 1889 году. Император Корейка Джон своим постановлением в 1900 году распорядился именовать остров Улында. Во многих официальных документах остров называется Дажале. В 2018 году корейцы из исследовательской группы нашли на глубине 434 метра остатки крейсера Дмитрий Донской из состава той самой второй Тихоокеанской эскадры, основные силы которой были уничтожены в Цусимском сражении. Дмитрий Донской был затоплен экипажем 1905 года после продолжительного боя с японским отрядом из шести крейсеров и четырех миноносцев. Несмотря на подавляющее преимущество японцев, крейсер дрался до последней возможности, а потом, когда они были исчерпаны, был затоплен командой после эвакуации ее на остров Дажале. О дальнейшей судьбе экипажа на острове неизвестно. Возможно, нынешние жители острова имеют русские корни. Близ данного острова проходило много боев с участием русских кораблей. Политические претензии России на данный остров нигде не фигурируют. Основные источники дохода островитян – это туризм и рыболовство. В Портитадон располагается пристань паромной переправы между островом и материком. Главные виды отдыха на Дажале – это горный туризм и рыбалка. Кроме того, прогулочные лодки возят туристов вокруг острова для осмотра достопримечательностей, в том числе необычных скальных образований и небольшого острова Чукто. Другими туристическими достопримечательностями острова является самый высокий пик острова Санинбон, который равен 984 метра, водопад Онне, природный ледяной дом и прибрежная скала, с которой открывается вид на острова Лианкур, известный в Японии как Текосима. Если данное видео вам понравилось или было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. У нас много интересного и познавательного материала для вас. Оставайтесь с каналом Лео.